Белоснежные просторы бескрайней тундры, зеркальные озера и реки. Незабываемые развлечения, водоражащие душу история и многочисленные достопримечательности. Это лишь малая часть того, что таит в себе Ненецкая земля, край полярной ночи и нескончаемого летнего дня, когда солнце круглые сутки не заходит за горизонт. Это места первозданной природы и неизведанных тайн, особых прелестей и необычных возможностей. Все эти чудеса находятся совсем близко, и не посетить их – значит не совершить новые открытия и не увидеть настоящий заповедный край. Ненецкий округ – край туризма на любой вкус. Всем, кто интересуется историей, непременно стоит побывать в Кустозерске, месте, где находился первый русский заполярный город. Северный форпост государства российского основан в 1499 году – административный, экономический и культурный центр всего Печорского края. Сюда же отправляли в ссылку важных государственных деятелей и известных людей. Именно здесь провел земляной тюрьме почти 15 лет и позднее сожжен заживо духовный лидер старообрядчества Протопопа Вакум. Пустозерск – жемчужина русского севера, место паломничества староверов со всего света. Попасть сюда можно летом по реке, или зимой на снегоходах. В Пустозерск организовываются специальные туры выходного дня. Все богатство земли Ненецкой представлено в экспозиции Краеведческого музея. Познакомиться с историей края, увидеть окаменелости древнейших растений и животных, бивни и череп мамонта, отпечатки первых рыб и гигантских насекомых. Широко в музее представлена геология округа. Это и углеводородное сырье, и разнообразие металлических руд, и многоцветие поделочных камней. Отдельная экспозиция посвящена уникальной природе Печорского края. Ненецкий автономный округ богат уникальными культурными традициями и завораживающей северной природой. Здесь созданы многочисленные заказники и заповедники. Это край нетронутой тундры, окруженные красивейшими лесами, где произрастает огромное количество грибов и ягод. В Ненецком округе находятся сотни уникальных водоемов с необычайно чистой водой. Нау – это и место, которое омывают сразу четыре моря – Белое, Баренцево, Печорское и Карское. Вряд ли где-либо представится случай увидеть полярных медведей, необычных тюленей и колоний морских птиц, восхитительных рыб в естественной среде их обитания. Поразят своим масштабом и сверкающие громадные ледники. Именно здесь можно себя почувствовать настоящим мужчиной или самой смелой в мире женщиной. Полярный ненецкий ландшафт дарит по-настоящему незабываемое ощущение. В Ненецком округе можно путешествовать по воздуху, любуясь необъятными просторами прекрасной природы с вертолета. По воде, сплавляясь по течению Печоры, Сулы и ряда других рек. По земле, на современных снегоходах, навстречу легендарным заповедным местам. Остров Вайгач – обладатель ненецкого святилища и удивительной красоты ландшафта с его скалистыми обрывами, каменными россыпями, обширными болотами, чистыми озерами и реками, красивейшими водопадами. Влечут к себе путешественников потрясающий по красоте каменный город. Он создан из скал, над которыми потрудились силы природы, придавая им разнообразные, подчас причудливые формы. Загадочный мир каменного города дополняют пещеры и гроты. Уникальные памятники природы – каньон, большие ворота, Пымвашор и Сульские водопады. Остров Колгуев – новые неизведанные места для любого туриста. Многие считают ненецкий округ затерянным миром из-за того, что в эти удивительные края трудно добраться. Однако это помогло сохранить краю уникальную культуру. В наследие ненецкого округа сплелись традиции нескольких народов, уходящие корнями вглубь тысячелетий. Только здесь, в краю вечной мерзлоты, можно посетить теплый чум, услышать неизвестные предания и легенды, сказки и напевы, увидеть своими глазами эксклюзивные ремесла и творения народных мастеров. К ненецким шаманам прилетают изо всех уголков России в поиске совета, помощи, поддержки и духовного очищения. Ненецкий округ – это великолепная рыбалка. В реках и озерах более 30 видов рыб, среди которых семга, омуль, нельма, сик и навага. Уникальный и редкий животный мир – белоснежные песцы, хищные росомахи, дикие гуси, белая куропатка, хозяин местных лесов – бурый и царь Арктики – белый медведь – подарят эксклюзивные снимки любителям фотоохоты. Один из распространенных и активно развивающихся видов туризма в ненецком округе – событийный. Это уникальные, захватывающие мероприятия. Так, на Дне Холода можно увидеть сразу трех Дедов Морозов. Сказочные персонажи – Дед Мороз из Великого Устюга и его коллеги – Ямал-Ирис Ямала и Елупуки из Финляндии. Специально прилетают в Наринмар, чтобы принять участие в большом празднике. День Холода в Ненецком округе – это мороз и солнце. Именно в такое время наиболее часто в этих краях бывает и еще одно чудо севера – удивительное полярное сияние. Одним из наиболее красочных, насыщенных и интересных праздников – День Оленя. Нао называют Оленным Краем. Именно здесь веками живут и трудятся коренные жители, из поколения в поколение сохраняют древние традиции, самобытную культуру, кочевой образ жизни. В начале весны проводятся и захватывающие соревнования – Семенхат-Мерета. Гонки оленеводов – это азарт, адреналин и фейерверк эмоций. Ненецкий округ – это и край большого количества снегоходов. Такая техника основная в регионе. Неудивительно, что уже полтора десятка лет в округе проводятся всероссийские соревнования на снегоходах «Бурандей». Кроссы среди женщин и мужчин, международные скоростные заезды, соревнования на раритетных снегоходах – показательные выступления. «Бурандей» – настоящее шоу филигранного мастерства и высочайшей техники езды. Недалеко от столицы края Наринмара специально для туристов построен уникальный туристический этнокультурный центр. Выполнен он в стиле большого ненецкого чума. Он уже сейчас становится любимым местом семейного отдыха на природе. В живописном месте на берегу реки Куя возведено двухэтажное здание с конференц-залами, методическими кабинетами, гостиничными номерами и баней. Кроме того, здесь есть и летняя эстрада на 150 зрителей для самых разнообразных концертов и мероприятий. Путешествия в Ненецкий округ – это незабываемый, комфортный и безопасный, при этом полный приключений, ярких эмоций и неожиданностей отдых. Вы навсегда запомните дни, проведенные на севере, увидите самую чистую воду и самое яркое солнце на земле. Если вы любите природу, чувствуете свое единство с ней, когда отправляетесь в ее объятия, вы поймете, что может дать вам северное путешествие. Ведь поездка в Арктику – это возможность совершить новые открытия, увидеть совершенно другой, уникальный мир, о котором ранее можно было слышать и видеть только в кино. Субтитры создавал DimaTorzok